Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты, Ешуа, ставший Торой воплоти, явивший нам спасение. Аминь. Давайте мы присядем. Итак, недельный раздел называется Трума и означает приношение. Это девятнадцатый раздел Торы и седьмой раздел книги Шмот, Исход. Имя свое получил по первому значимому слову текста И говорил Господь Моше так Говори сынам Израиля и пусть возьмут мне приношение. В состав главы входят стихи с двадцать пятой главы первый стих по двадцать седьмой главу девятнадцатый стих. И это первая часть, которая посвящается строительству Мишкана. Ну, Мишкан – это святилище или скиния, как мы говорим, да, скиния Моисея, Мишкан Моше или обиталище. И то есть это интересная глава в плане того, что я могу сейчас, конечно, перечислить, что в ней написано. Но меня интересует, что стоит за этой главой. И если мы посмотрим на эту главу и будем ее читать, мы увидим, что она похожа на инструкцию. Знаете, инструкция. Вы покупаете в магазине Икея мебель и открываете инструкцию. И там написано, как вы должны собрать вот эту мебель. Ну, конечно, сравнивать мебель и скинию можете мне потом побить камнями. Но я вам хочу сказать, иногда мы берем Писание и видим в ней какие-то вещи, которые, ну, очень скучные. Мы читаем, читаем, и нам становится скучно. Но. Запомните вот это слово «но». Итак, что мы видим? Первое. Всевышний велит своему народу принести подношение. Пятнадцать видов различных материалов. Золото, серебро, медь, синюю, пурпурную и красную шерсть, лен, козью шерсть, кожи бараньи красные, кожи дерева щетима, левковое масло, пряности, самоцветы. То есть он говорит, принесите мне вот эти вещи. Для чего? Чтобы построить скинию. Потом на вершине горы Синай он дает Маше подробные инструкции, как оно должно выглядеть, как оно должно все быть устроено. То есть там, вы помните, да? Святое святых, потом искусно сотканные завесы, ковчег завета, в котором были скрижали завета, на которых были высечены десять заповедей. На крышке ковчега, помните, два херувима. Потом в наружном помещении минора, золотой семисвечник, стол для приношения хлебов. И мы читаем, и вот эти мелочи, мелочи. Три стены мешкана возводились из 48 вертикальных балок, каждая из которых была покрыта золотом и устанавливалась в два серебряных подножья. Строение покрывалось тремя слоями перекрытий. Полотища многоцветной ткани и шерсти льна, покрытой козьей шерстью, покрытой овечьей шкур. Я специально так вот перечисляю. Вот ты читаешь, оно перечисление, перечисление, мелочи, 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 одни мелочи, столько деталей, столько мелочей. Одни крючки, только знаете, на которых висят вот эти завесы, с чего стоят. Одни должны быть серебряные, вторые должны быть золотые, должны быть медные. Одни на там, одни там. Вы скажете, мелочи, смотри, брат, дальше, глубже, шире, не мелочись, наш Бог велик. Знаете, есть такое, ну, чего ты мелочишься? И вы знаете, я согласен с вами, это правда. Это правда, наш Бог велик, но, помните, мы начинали с но и продолжаем но. Бог велик, но наша земная жизнь, да, напоминаю вам, что мы еще на земле, мы еще не восхищены на небо, состоит из множества мелочей. Мелочи окружают нас и являются составными нашего бытия. Каждое утро мы встаем, мы должны почистить зубы, умыться, мы должны выпить чашку кофе или чая, кто-то пьет воду вместо всего этого, кто-то вообще ничего не пьет, то есть мелочи, нас окружают мелочи, постоянные мелочи, 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 тут, здесь, там, они везде, от них никуда не идти. И знаете, самое страшное, что, ну не то, что страшно, ничто не раздражает, как мелочи. Вот вроде бы все идет, и потом раз какая-то мелочь, и настроение испорчено. Стоишь на остановке, подходит маршрутка, опаздываешь, она забита, уехать нельзя, все, мелочь, настроение потеряно. Строишь, не знаю, построил забор, один гвоздь забыл, развалился, мелочь кажется, да, помните, потому что в кузнице не было гвоздя, мелочи. И ты читаешь эту главу, и ты видишь, мелочь, мелочь, и Бог обращает внимание, возьми столько-то того, возьми то, это будет делаться вот так, и вот это все мелочи, мелочи. И знаете, и самое интересное, что я обратил в размышление, ничто не разрушает человеческое величие тщеславия, как пренебрежение мелочами. Помните Титаник, да? Капитан корабля, ему дали сводку, на которой было написано, плавучие льды, быть осторожны, будьте внимательны. И он говорит, послушайте, сам Господь, Бог не сможет потопить этот корабль. И отбросил в сторону. И это стоило гибели корабля и гибели людей. Мелочь. Он просто, подумаешь, какие-то льды. И так часто происходит в нашей жизни. Помните, основная цель строительства Скинии. Какая была основная цель строительства Скинии? Исход, 25 глава, 8 стих. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Послушайте, Бог желает обитать с Израилем, и для этого нужна Скиния, которая состоит из множества деталей. Но совокупность этого множества мелкого созветает одно целое. И вмещает в себя великого Бога, который проявляется в этой Скинии. Вы знаете, можно было говорить о приношениях, о сердцах людей, которые принесли финансы, которые жертвовали. Это хорошее место. Но я почему-то решил уже не мелочиться. Не мелочиться, так по мелочам. И вот мелочи. Мы не любим мелочиться. Мы не любим мелочи. Вот понимаете, вот к чему я хочу, чтобы вы обратили внимание? Бог, наш великий Бог, творец видимого и невидимого, является творцом мелочей. Помните, вначале Бог сотворил небо и землю. Потом Он сотворил, что? Природу Он сотворил. И Он сотворил каждое растение, каждый листочек, каждую травинку. Он сотворил каждое животное, Он сотворил каждый камень. Послушайте, просто, как говорят в Израиле, Йофи. Прекрасно. Итак, и вы понимаете, за каждым из этих значений длина каждого полотища должна быть 30 локтей, ширина 4 локтя. Такого размера должны быть 11 полотищ. Соединить отдельно 5 полотищ, отдельно 6. Что-то стоит важное. Что-то важное. И это не мистика, и не тайное знание, в которое могут войти только посвященные. Все намного проще. Через наше отношение к мелочам раскрывается наша готовность к принятию большого. Мы приходим в этот зал, и мы не видим людей, которые здесь что-то делают. Но если бы они не были, может быть, нам пришлось бы сидеть на земле. Понимаете? Мелочь. Мы не видим этого. Но для того, чтобы что-то произошло, кто-то должен что-то сделать. Писание говорит, что верный в малом будет что? Верен во многом верен. А неверный в малом будет неверен и во многом. И мы можем смотреть на скинию, на скинию Маше, как на прообраз общины Божьей. На прообраз церкви, на прообраз мессианской общины. Потому что так же самое, как скиния, она состояла из множества всяких мелких деталей, так и тело Мессии состоит из множества членов. Мы все живые камни великого храма, единого храма общины Божьей. Каждый из нас является уникальной и неповторимой деталью Божьей общины. Ибо тело, ибо как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Маше их. Ибо мы все одним духом погрузились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И так же самое, как это тело будет не иметь жизни без духа, который в нем, а дух, вы знаете, да, это руаха кодыш, так же самое это сама скиния, без присутствия Бога, это всего лишь шатер, в котором стоят ящики, золотые какие-то украшения. То есть внутренняя форма, форма должна была быть чем-то наполнена. Но чтобы она была чем-то наполнена, необходимо было самое важное. Это вера, и это что? Послушание. Моисей не сказал, так, я хочу вот сделать вот такой крючок. Бог, ну мне не нравится мне вот эти, ну надо все золотыми сделать. Ну ты же достойный все-таки самого лучшего. Но он послушался, что сказал Господь. Очень интересный момент для будущего. Знаете, иногда мы хотим сделать что-то лучшее, и как всегда, выходит как всегда. А нужно просто быть в послушании Богу. Верный в малом. Бог говорит, и ты делаешь. Например, благословляй, что? Гонящих тебя. Ну как же их благословлять-то? Ну ведь гонят же, больно же. А Бог говорит, благословляй. Просят, дай. Боже, ну я же знаю, что пойдет пропьет. Дай. Это не твои проблемы. Мне нужно твое сердце. Я хочу жить в твоей скинии. Я хочу увидеть, что ты делаешь все правильно. И вы знаете, этот урок скинии для нас очень важен. Потому что все в скинии было взаимосвязано. Не было ни одной детали, которая не являлась бы важной. Потому что тот же крючок, о которых я уже говорю третий раз, и та золотая минора, и те же скрижали завета, они были равны между собой. Да, каждая из них выполняла свою определенную функцию, важную функцию. Но каждая из деталей была важной. И в Писании мы встречаем место, где говорится, что в Доме Божьем есть разные сосуды. Есть деревянные сосуды, есть золотые сосуды. И одни в почетном, другие в низком употреблении. И знаете, я встречал учения, где говорят, мы должны быть золотыми сосудами в почетном употреблении. А я, знаете, хочу быть сосудом независимым в почетном или в низком употреблении, но в Доме Божьем. Потому что в нем я буду выполнять ту функцию, для которой Бог меня создал. Потому что, знаете, вино в золотых сосудах, оно скисает. А вот в глиняных сосудах, оно превращается в прекрасный напиток. Если мы посмотрим, например, на стол уже не подают в ночных горшках. На стол подают в красивых бокалах. Но без ночного горшка, простите, выпейте хоть 250 бокалов, вам будет плохо. Все имеет свое, знаете, цену и сравнение. Не существует у Бога кто-то выше, меньше. Все, каждый на своем месте, как в Скинии. Мы имеем определенное призвание, предназначение являть Бога в этом мире. Потому что Скиния для чего была нужна? Чтобы проявленное присутствие Божие, оно было явлено народу. Так и мы. Проявленное Божье присутствие в жизни каждого из нас. Свет, который в нас, разгоняет тьму, которая вокруг нас. Мир Божий, который в нас, приносит победу там, где идет вражда. Мы Скинии, маленькие Скинии. Вообще, а эти лучше меня, потому что они делают вот так. Послушайте, неправильно. Каждый из нас является Скинией Бога живого. В каждом из нас живет Бог, Духом Святым. Или я говорю неправду? Или так говорит, не говорит Писание? Если я ошибаюсь, вы можете побить меня второй раз камнями. О, я уже вижу и желающих. Значит, смотрите, самое главное, уже завершая все, что я говорил, уже как бы обобщая все. Важность, внимание на мелочи. Не жить мелочами, но видеть эти мелочи. И видеть то, что стоит за этими мелочами. Моя молитва в 10 часов здесь, в этом зале, изменит атмосферу этого служения. А возможно, спасет жизнь кому-то завтра. Мой приход на евангелизацию, когда мы приходим благовествовать, может быть, сократит мое время отдыха. Но кто-то не пойдет в гиену огненную, потому что слово, сказанное силой, изменит его жизнь. Не существует мелочей в Божьем деле. Хотя Божье дело состоит из мелочей. И мы не мелочь, потому что Сам Великий Ишуа отдал за нас свою жизнь. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя, что в Тебе не существует мелочей. Мы благодарим Тебя, что все в Тебе имеет великое значение. Мы благодарим Тебя за Твою великую жертву, которую Ты совершил на Голгофском кресте. Мы благодарим за Твою смерть, за Твоё воскресение и за Твою победу. Благослови нас, Боже, быть общиной Божьей, состоящей, Боже, из многих разных прекрасных людей, у которых есть свои дарования, у которых есть таланты, которые призваны к Твой чудный свет. И даруй спасение Израилю во имя Ишума. Аминь. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Спасибо. Продолжение следует...